Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения своей кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. Представители Трампа передали его заявку в Федеральную избирательную комиссию незадолго до того, как он сам сделал свое заявление в поместье Мар-Ал-Аго во Флориде. В случае победы, экс-глава Белого дома пообещал реформировать избирательную систему в стране и сделать все возможное, чтобы выборы в США снова стали честными. Примечательно то, что объявил 45-й президент США, это через неделю после промежуточных выборов, на которых республиканцы не смогли получить столько мест в Конгрессе, сколько они надеялись. Наверное, можно говорить о том, что американский избиратель не очень доволен ни деятельностью бывшего президента Трампа, поскольку на завершающем этапе его рейтинги снизились недеятельностью, тем более действующего президента Байдена, поскольку его рейтинги снизились и продолжают снижаться. Большинство избирателей не хотят видеть в качестве президента ни бывшего президента Трампа, ни нынешнего президента Байдена, и, наверное, хотели бы видеть какого-то иного кандидата, но вот кто это будет, пока определить невозможно. В своей разгромной речи Дональд Трамп также добавил, что США не выдержит еще четырех лет правления Джо Байдена, который, по словам бывшего президента, также собирается блатироваться в 2024 году. Байден же еще в начале октября заявил, что уверен в своей очередной победе над Трампом. Правда, действующий глава государства пока не принял решение об участии в президентских выборах, однако заверил, что определится с этим после выборов в Конгресс. Дональд Трамп ведет себя достаточно активно, показывает свою, так сказать, достаточно энергичную деятельность, пытается активно критиковать политику президента Байдена, но все-таки на данный период времени мы не можем говорить о том, что, скажем, Дональд Трамп достиг такого существенного перевеса, когда можно говорить о том, что он явно лидер и что он может, очевидно, добиться, так сказать, победы в президентской гонке. Напомним, что Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020 года он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и попытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Насколько реально будет Дональду Трампу вновь взять верх над страной, покажет время.